Ух ты! 52 сантиметра у нас. На 3 сантиметра голова за время лечения увеличился объем головы. Чудо! Не знаю, я не знаю, как объяснить. Это просто какое-то чудо. Это большая работа специалистов этого центра. Он идет спокойно, гуляет рядом, держится за руку. Он никогда не держал меня за руку. Он держал вот так вот, отпуская. А сейчас он крепко может держать за руку, идти вместе со мной, вместе с супругом. Это одна из таких радостей, наверное, это прям достижение. Главное, не убегает уже. Это вообще радует. Мы просто выходим, как будто гулять. А раньше все время надо его держать, держать. Он бежит, бежит куда-то. Сейчас нет такого. Меня зовут Динара. Мы приехали из Казахстана. Замечать начали, что что-то не то. Это после года. Где-то год и два, год и один. Он не делал каких-то элементарных вещей, которые делают дети его возраста. Не делал ладушки. Не было указательного жеста. Когда спрашивали, где папа, он не смотрел на папу. Где братья, не смотрел на братьев. На имя откликался через раз. В два года мы поняли, что ребенок вообще ни на что не реагирует. Глаза не смотрит. Он сейчас сам живет в своем мире, получается. На улице он просто бежал. Он когда выходил из дома, просто бежал на дорогу везде. Просто жена, чтобы куда-то с ним выйти, она брала. Всегда коляску садила туда и ехала с ним. Вот это 4 года ребенку. Он ничего не понимал. Вот эти постоянные истерики у него. Вот может плакать, лежать по полчаса, по часу. Уже все сложнее становилось с ним, так как ребенок рос. Не понимает. Они живут как бы, они живут по выстроенному этому, как называть. Они выстраивают свой порядок действий. Они вот по нему живут. Он, например, домой зашел, он должен снять перчатки, должен снять. Он должен снять, например, сапоги, потом куртку, потом шапки. Если что-то не так, что-то мы первое снимаем шапку, то начинаются истерики. Также из садика он выходит, как бы вот так, коррекционный садик. Вот это все было. Начали ездить к невропатологам, нейропсихологам, проходить разных специалистов. Вообще говорили, что, в принципе, пока он еще маленький, чтобы что-то говорить, но уже тогда оставили за ПРР. Раз под вопросом, расстройство аутистического спектра, ставили под вопросом. Потом я начала вспоминать, что, в принципе, до года он развивался. А он позже всего, он позже, какие-то физиологические проявления также начали проявляться позже. То есть голову стал держать только к пяти месяцам, наверное, четыре. Вот так уже устойчиво, хорошо. Поздно сел, наверное, где-то только к восьми месяцам самостоятельно. Вот уже твердо, восемь, восемь с половиной. Позже пошел, но, в принципе, год и два, год и три где-то. Как к невропатологу пошли, к врачам, нам сказали, что у него аутизм. Они там БАДы назначали, вот это все. Стандартное лечение вот у нас в Казахстане. Не уколы вот эти, ничего не помогало. Все, что можно, наверное, все перепилим. Мы использовали все методы, то есть и БАДы, и массажи, остеопат. И тут не поймешь, что именно помогло. В каких-то моментах он, в принципе, начал лучше, но все равно это была не норма. Долгое время это не норма, потому что мы смотрели на детей ровесников. Очень сильно отличались дети. Наш ребенок от их. У нас еще до этого были стимулы, знаете, пальцами перед глазами игрался все время. Игрушки вот так близко рассматривал. У нас раньше была лобная кость такая, знаете, раздутая была, прям вот такая вот. Что-то вот видно, знаете, голова как чупа-чупс была у нас. И затылочная кость, затылочная верх, эти мины тоже у нас такие были. Нестандартная прям была. Сейчас все сдулось, обычная голова у нас. Здесь ямочки появились вдоль виска. О Беердавиде у нас узнал супруг мой. Мы тогда жили еще в маленьком городе, Кибастуз. Мы узнали о такой девушке, как Валерия. Супруг с ней связался, узнал ее историю. В 19-м году вроде бы они посещали вот Беердавид. И сейчас, к нынешнему времени, ребенок ходит в норматипичную школу. Ребенок норматипичный. И после этого мы начали больше узнавать. Как-то ко мне на прием пришла женщина одна, у них был этот диагноз. Синдром дефицита внимания у ребенка, постоянные истерики были. И вот в этом разговоре она мне сказала, что я знаю людей, у которых был аутизм, и их вылечили. Я начал расспрашивать, где это находится. И мне объяснили, что это в Израиле было. Ездила туда девушка, получается, с Кибастуза. Я сам с Кибастуза. Вот мы с ней созвонились, как бы нам на тот момент было 3 года. Созвонились, ну и как бы поговорили. Мы решились приехали. Мы приехали очень быстро. Когда мы только зашли в центр, вот лично мое мнение, мне понравился центр своей аурой, наверное. Очень светлый, такой теплый прием. Не было такого, что там кто-то подбегал, да? Прием, здравствуйте. Нет, сама атмосфера, вот сама атмосфера центра, она прям так располагает. Конечно, с настороженностью сначала мы так присматривались, смотрели, потому что эта медицина абсолютно не такая, как у нас в Казахстане. Нету прям такой терапии, что что-то вы делаете. Нет, здесь абсолютно другая методика. Я как бы приехал такой, как бы чуть-чуть настороженный, наверное, Давид это, наверное, понял, наверное. Но здесь я встретил Гурама, получается, сам Гурам. Мне говорят, изначально мы когда на остановке стояли, он говорит, две недели подожди, говорит, сейчас увидишь результаты. Я как бы доверился, и после двух недель у нас результаты такие сейчас очень хорошие. Значит, ребенок 4 года, приехал к нам с Казахстана. Проблемы, которые мы видели в начале, это чисто клинические повышения внутричерепного давления. На этом фоне изменения в тонусе. Причины всего этого – это родовая травма, нарушение повреждения в районе первого, второго шейного грудного позвонка. Он первое время, конечно же, плакал. Это у нас всегда так было. Когда он приходит в какое-то новое место, мы ходили на различные терапии в Казахстане. Тоже он плакал. Новое место его всегда пугало, и это было не исключением. Но здесь он, в принципе, на третий, либо четвертый день уже заходил без слез. В кабинеты он всегда заходил со слезами. Первое время также, первую, может быть, неделю. Пациенты, люди, которые здесь находились, нам говорили, не переживайте, это все нормально. Даже сотрудники здесь, здесь бывают дети плачут, ничего в этом страшного нет. Через две недели вы не узнаете своего ребенка. В принципе, как и получилось. Ну, Римма – это вообще высокий специалист, это 40-летний опыт. Я думаю, тут с ней не поспоришь, надо слушаться их, просто этих врачей. Видно, опыт большой уже в этом деле у них. Ногу поднимай сюда и забирайся. Горе горькое. Несчастье большое. Сейчас, 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 мы покричим немножко. Отличный мальчик. Хороший пацан. Ходим, а то и пацанчик. Молодец, ты мой мальчик. Кто мой мальчик? Кто мой мальчик? Кто хороший мальчик? Ты мальчик хороший. Молодец. Молодец. Давай, сядем, я животик твой посмотрю, хорошо? Давай, садись. Садись, мой хороший. Садись, хочешь на подушечку лечь? Так? Животик мне нужен. Не убегай, пожалуйста, от меня. Мне нужен твой животик. Мне нужен твой животик. Ну вот, ребенок, когда прибыл к нам, контакт был совершенно недоступен и невозможен. Обращенную речь ребенок не понимал абсолютно. Не реагировал никак, ну, кроме как недовольством, не реагировал никак на предложение. Его с ним договориться было невозможно. У ребенка есть меминокислотные нарушения. Были кеминокислотные нарушения. Мы работали с желудочно-кишечным трактом. Мы восстанавливали с ним периферическую нервную систему. Сейчас к периферической нервной системе вопросов уже нет. У него все работает симметрично. Вся вегетатика настроилась. Вся чувствительность. Живот абсолютно доступен пальпации, небезболезненный. По последнему исследованию есть некое, еще есть не нарушение обратного захвата и обратного всасывания всяких полезных веществ в организме, но уже нет переизбытка аминокислот. Молодец, ты моя умница. Мы ездили на море, ездили на экскурсии также ездили. Когда мы были на море, в принципе, ему вода нравится. Здесь еще и море, оно такое теплое. Когда он уезжал, мы уезжали, получается, уже домой. Он не хотел, он плакал. По святым местам ездили. Ну, мы ездили, например, в третью святыню, мусульман Алякса, кечеть, рядом кечеть Умара. Куда ездили. Давай, идем, садись. Животик мне дайте, чтобы я его погрел вот так. У тебя вот здесь вот животик, а у меня вот, да? Девушка, что у нас еще есть? Вот эта вот голова у тебя, вот эта вот голова у меня. Правда? Ты знаешь, что такое ушки? Что такое ушки, ты знаешь? Посмотри, вот ушки у меня это вот это, вот видишь? А вот у тебя вот тут вот ушки. Да? Что еще на лице есть? Есть нос. Посмотри, вот это вот нос. И вот это вот нос. Вот это вот твои глазки, видишь? Вот это вот мои глазки, чувствуешь? Где у меня глаза, покажи. Слышишь? Окей. Давай, давай, тогда ложись. Я тебе голову массирую. Здесь тебе голова еще горячая. Вот чувствуешь? Вот тут, вот этого части, вот этой части голова ты еще пока горячая. Здесь надо будет еще полечить, да? Ты сам можешь это делать, просто уберешь сам свою руку. Давайте, берешь и вот так вот, вот так вот гладишь. Массируешь. Представляешь, что там становится хорошо, все здорово становится. Ты помнишь, что ты сам можешь свою голову вот так вот лечить, да? Нет. То, что ты сам себе должен делать, все мужчины, идите гуляйте. Он перестал убегать. Вот проблема вообще, проблема таких деток особенных, я не знаю, наверное, многие родители со мной согласятся, это когда ты гуляешь с ним, это невозможно. Он убегает, ты бежишь за ним. Переубедить его пойти в какую-то другую сторону вообще невозможно. Вот этот момент у нас вообще практически прошел. То есть он идет спокойно, гуляет рядом, держится за руку. Он никогда не держал меня за руку. Он держал вот так вот, отпуская. А сейчас он крепко может держать за руку, идти вместе со мной, вместе с супругом. Это одна из таких радостей, наверное, это прям достижение. Главное, не убегает уже. Это вообще радует. Мы просто выходим, как будто гулять. А раньше все время надо его держать, держать. Он бежит, бежит куда-то. Сейчас нет такого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Немножко, да? Все-все, ложись, давай. Какое-то время, через две недели или через не помню какое время, он уже сам выбирал, к кому идти. То есть он пришел, видит Аркадия. Ага, все, пошел рисовать. Он уходил просто сам по себе, без слез, без ничего. Видит Катю. Катя, пойдем со мной. Ага, все, пошли, идет. Так что Сиреной любит петь. Заходить к ней и играть на инструментах различных. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Отлично, молодец. А-а-а-а, мы с тобой учимся играть, да, о-о-о-ом, а-а-а-а-а, чтобы рот хорошо открывался, чтобы мышцы хорошо работали на лице, да, о-о-э, да, открываем рот, а-о-о-э, умничка, давай еще, а-о-о-э, для того, чтобы мы говорили, все мышцы должны на лице работать. Ой, как ты красиво поешь, очень красиво, очень, у нас с тобой такие красивые музыки и мелодии, очень красиво. Вот в данном случае у нас такое получается совместное музицирование, то есть Хаким уже не рвется к маме, не рвется наружу, а играет и поет со мной вместе, то есть мы музыканты, у нас с тобой ансамбль. Давай еще попоем, а-а-а-а-а-о-э, вау, браво, браво, у тебя очень красивая музыка, еще поиграй. Изменилась форма головы, изменилась, я говорю, даже вторая макушка появилась, я не знаю, это связано с тем, что, видимо, череп, он меняется все равно. Делали замеры, он увеличился на 3 сантиметра. Голову сейчас померяем, посмотрим, сантиметром голова. Ух ты, ух ты, 52 сантиметра у нас, на 3 сантиметра голова за время лечения увеличился объем головы. Это не говорит о том, что голова выросла, это говорит о том, что черепная коробка стала как бы правильной формы, раздвинулись косточки черепа, стала она правильной формы, исчезли, у нее была плагиоцефалия, нарушение формы черепа. Она практически уже сейчас исчезла. И вот мы ни на какие точки не реагируем, нам все комфортно. Правильно? Ты у меня молодец. Чудо, не знаю, я не знаю, как объяснить, это просто какое-то чудо, это большая работа специалистов этого центра. Катя у нас реабилитолог, получается, с детьми до ЦП работа. Катя вообще, где только не училась, большой опыт у нее, большой багаж знаний. То, что мог, я взял от Кати, конечно, не засунешь ты там за какой-то период все эти знания в одну губу. И потихоньку с Катей мы тоже на связи. Как мы с тобой ножки ставим, нам не страшно. Давай. Опа. Кто у нас молодец? Ммечка хотим. Мячики покидаем или собачку? Давай попробуем ее туда. Да? Как ты скажешь? Пойдем, походим немножко. Пойдем вместе. Смотри, мы с тобой вот сюда. Ага, давай. Опа. Обходим, 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 обходим. И пошли сюда. Молодец, молодец. И попрыгали. Попрыгали. Как мы с тобой попрыгаем? На месте попрыгали. Давай, 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 давай. Молодец. Не бойся. Не бойся. Как ты сам. Отлично. И пошли сюда. Но ты уже здесь большой, ты уже сам умеешь. Давай, я тебе чуть-чуть помогу. Давай, хорошо, кидай. И прыг-скок. Умничка. Молодец. Хакимчик, иди ко мне, зайка, иди ко мне. Стал лучше контакт зрительный, стал больше концентрироваться на занятиях, повторять. То есть до этого это просто было достаточно хаотичные движения. Просто бегал, прыгал. Вот, сейчас интересуется многими вещами уже сам. То есть не просто ему даешь, он уже вовлекается в игру. Да. Что с этим надо делать? А если мы сюда кинем? Хаким. Ой, ехать. Еще. Три. У него не было коммуникации. Он не играл особо с детьми. Он всегда сам по себе. Даже у нас вот и старшие два сына. Он всегда сам по себе играл, сидел. Хотя мы говорили, играйте, с ним не было интереса. Сейчас здесь приходит девочка, дочка Аркадия, Юма. И я вот недавно буквально видела, они бегали друг за другом. Забирали игрушки. Знаете, у нас такого не было. Я не знаю, навряд ли в садике такое было, но это очень интересно наблюдать. Значит, давай, вот у тебя как раз есть место. Нарисуй здесь, пожалуйста, круг. Раздели его на восемь частей. И теперь представь себе, что это вот этот вот твой отрезок того пути, который вот тебя сейчас интересует. Это внедрение в систему. Вот каждый сегмент – это твой шаг. Вот давай подумай, пожалуйста, какой у тебя должен быть первый шаг и так далее. Тогда я до восьми. Давай, с чего начнешь? Контакты. С кем я работаю? Так, пиши здесь, пожалуйста. Вы делаете большое дело. Вы помогаете не только детям, но и родителям. Кстати, здесь очень хороший подход даже к родителям. Есть возможность поговорить с психологом. Есть возможность проконсультироваться с врачом, с доктором Римой, с Юсефой. То, что тебя беспокоит. Вообще специалисты абсолютно не жадные на информацию. Всегда делятся абсолютно всем, что знают. Ситуация изменилась, улучшилась, стабилизировалась внутричерепное давление. Изменилась форма черепа. Как следствие, центры коры головного мозга, поврежденные, стали работать лучше. Правда, я не могу сказать, что все изменилось до конца. Но процесс улучшения наметился явно. Соответственно, активизировались центры, которые до этого были повреждены. Соответственно, увеличилась речь. Ребенок стал более спокойным. Родителям будут даны рекомендации о том, что делать и как продолжать процесс улучшения, стабилизации тех изменений, которые есть. И, в общем-то, перспективы состояния ребенка на самое благоприятное. Поэтому мы можем надеяться на полное восстановление всех поврежденных функций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Вообще просто приехать сюда, это была отличная идея. Хотя бы просто посмотреть сам город. Очень красивый. Мы, наверное, не побоюсь этого слова, влюбились в этот город. Святые места. Нас возили по святым местам. Даже сами вот эти намоленные, можно так сказать, большим количеством людей. Сама энергетика. Вот эти вот все улочки, места, они благотворно влияют, наверное, на каждого человека. И если будет такая возможность просто посетить Иерусалим, Израиль, не упустите этот шанс. Мы родители Хакима. Этим летом, в июле 23-го года, мы съездили на терапию в клинику, в центр еврейской медицины, в Иердавид. Пробыли там полтора месяца где-то. По приезду домой уже наши результаты сохранились. Те, что были в течение вот этого времени, проведенного там, ничего, в принципе, назад не вернулось. Никаких стимов, ни истерик. Все, наоборот, идет потихоньку в гору. Мы начали выходить на улицы здесь. До отъезда это было очень тяжело с ним гулять. Куда-то с ним идти было практически невозможно, потому что он не хотел самостоятельно ходить, он не хотел ходить на далекие расстояния. И мы практически его никуда не брали, ходили только во дворе. Либо если куда-то ехали в парк, то на машине. А о каких-то далеких расстояниях не могло быть и речи. Но сейчас по приезду мы можем пойти с ним в школу, например, за сыном средним, там идти где-то минут 15 туда-обратно. И он спокойно идет, слушается меня. Когда я говорю, пойдем сюда, нельзя на дорогу. Он никуда не убегает, он спокойно идет. Истерики у нас ушли. Раньше у него постоянные истерики были. Когда он раньше выходил на улицу, он просто бежал. И когда я его берешь за руку, это были постоянные истерики у нас. Это у нас полностью прекратилось. Ушли стимы. Стимы у нас в каком плане были? У нас получается стимы были. Он все время играл своим пальцем перед глазами. Вы так знаете. Это ушло так же, что ушло у нас. Он разглядывал предметы, близко подносил их к лицу. То есть глазами рассматривал, как мог сидеть секунд 10. Это у нас ушло. В принципе, вообще другой ребенок приехал, получается, с Израилем. Да, даже старшие дети, когда гуляли с ним, они иногда у нас гуляют. Я еще попросила, прям говорю, понаблюдайте, как вам сейчас с ним гуляется полегче. Ну, в отличие от того, что было до отъезда. Они, когда приходят, да, говорят, вообще ходят с нами, играет куда-нибудь там. У нас закрытый двор, и они бегают. На качелях качаются, и все, в принципе. Раньше он почему-то всегда, вот они гуляют-гуляют, и там минут через 20 уже заходят. Он как-то не хотел с ними играть. А тут они достаточно долго могут сами погулять, час-полтора часа. У него уже прям есть интерес. Он стал даже, когда старшие дети начинают дурачиться, драться, он между ними лезет, на них наваливается, видит, кто слабее и помогает ему. Ну, среднему сыну, получается, помогает, начинает нападать они вместе на старшего. Игрушки перестал быстрее вред. У нас же все время у него одна игра, у него выставить что-то вред. Любые игрушки, машинки, там, он их выстраивал, так. Он по такому же принципу живет. Он даже домой заходит, у него свой ритуал, как надо раздеться, успевать снять куртку, там, или обувь, там, все по порядку. Если ты что-то первая с нас сестя, это начинается истерика. Сейчас этого вообще нет у нас. Другой ребенок, понимание у него лучше сейчас вообще намного. Начало есть, главное, с чем работать уже. Садик будем отдать. Что у нас там еще есть? Он повторяет слоги. Практически все слоги, которые он слышит, его просит. Он все, что слышит, если ему это интересно, он повторит. Когда просишь, повторяет. Хоть и не с первого раза, но он уже старается. Интонацию повторяет, слоги повторяет. То есть до отъезда у нас не было абсолютно ничего. У нас не было даже слогов. Понимает почему-то. Да, там уже в Израиле, он уже начал потихонечку говорить. Он, начиная с мультика, начал повторять ой. Потом я ему как-то говорю, сына кака. Он кака. Мы аж так переглянулись. Вот это были первые слоги. И мы, наверное, впервые услышали его голос. А сейчас по приезду также он продолжает, старается. Но, конечно, мы не будем это оставлять. Мы будем продолжать ходить к дефектологам, логопедам. Да, но есть над чем работать. Да, есть над чем работать. Это уже большое начало понимания. А дальше бесполезно. Каждый умелки. Но у нас с каждым днем все растет и растет. Это понимание, умение. Дальше больше. Асимметрия черепа у нас. Да, у нас была асимметрия черепа. Он был физически слабый. Он не умел прыгать. Сейчас он научился прыгать. Вот прямо перед отъездом научился постепенно слегка прыгать. Сейчас он прыгает уже так хорошо. Когда гуляем, с каждого бордюра прыгает. В Израиле, например, он раньше все время убегал. А потом в Израиле я его через две недели заметил. Просто сижу на качеле. А он бегает по парку. Бежит. Бежит, как раньше просто бежал. Он был рядом с ним. В конце я уже просто сидел на лампочке. Он сам играл с динарорами. Я думаю, таких результатов за месяц нельзя добиться. За месяц, полтора. За двух лет мы начинаем заниматься. Просто партами. Коррекционные петни. Спецокоррекционные садики. Всякие ноотропы, БАДы. Что только не пили. За месяц такой результат. Результатов мы достигали очень долго. Каких-то что-то помогало. А здесь просто за такой короткий промежуток времени. И такие отличные результаты. Мы вообще не жалеем, что мы туда съездили. Ни капельки. Абсолютно. Ну и Давиду. Всего-сего. Давиду, Всего-сего. Спасибо. Команде всей. Спасибо большое. Команда больших профессионалов. Ну там были, нам даже ни одного витамина не дали. Ни одного укола нам не сделали. Ни укола, ни витамина, ничего. Спасибо большое. Всем рекомендуем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...